Данная проезжая часть ведет сразу к нескольким населенным пунктам и садовым обществам. От Озьмушкина до Санта-Кузнечной протяженность дороги составляет 3 километра. Проезжая этот путь, наша съемочная группа насчитала 11 лежачих полицейских. Такое количество лежачих полицейских вызывает недовольство у автолюбителей. По словам водителей, в часы пик и выходные здесь образуются пробки, а наличие искусственных неровностей создают дополнительные проблемы. Некоторые же водители, наоборот, считают, что лежачие полицейские на данном участке нужны для безопасности пешеходов. Тут очень большой трафик и люди не могут перейти через дорогу. С автобуса выйти перейти не могут. Поэтому, как водитель, может быть, конечно, они затрудняют для меня движение, но в большей степени все-таки нужны. Наша съемочная группа решила также измерить высоту данного лежачего полицейского. Для этого нам понадобился вот такой метр. По ГОСТу оно должно составлять 7 сантиметров. На деле же получается 10-11 сантиметров. Лежачие полицейские устанавливают исключительно на участках с ограничением скорости 40 км в час. Также каждую искусственную дорожную неровность должны сопровождать соответствующие знаки и разметка. На данной территории они имеются. В случае повреждения автомобиля при переезде искусственной неровности, в любом случае необходимо позвонить ГИБДД сообщить о происшествии. Необходимо понимать, что если ДТП привело превышение скорости самого транспортного средства, в этом случае ответственность лежит на водителя. В посполкоме Тукаевского района нам пояснили, что данный участок является местом концентрации ДТП. Искусственные дорожные неровности устанавливаются для снижения количества аварий.